Новые правила. В администрации говорили о состоянии алкогольного рынка Армавира. Краевые программы. Молодые мамы, находясь в декрете, могут освоить новую профессию. Золотая лихорадка. У зрителей РНТВ есть уникальная возможность выиграть ювелирное украшение. Здравствуйте. В эфире новости на телеканале РНТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядко. На помощь реализаторам алкогольной продукции приходит современная техника. С ее помощью легко распознать подлинность акцизных и специальных марок. Как она работает, показали на совещании в мэрии. Его участниками стали представители Краевого управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности, а также предприниматели и организации, которые в Армавире торгуют всем, что имеет градус. Следовательно, эта акцизная марка находится в легальном обороте. Вот поверьте, мы пробовали, если нелегальная марка, то этот прибор на нее просто не реагирует. Прибор новый и современный. Его цена чуть больше 20 тысяч рублей. Пока такая техника есть на вооружении специалистов отдела потребительского рынка. Предприниматели электронную систему распознавания подлинности марок назвали нужной и полезной. На совещании обсудили и недавние изменения в законе Краснодарского края, которые связаны с установлением ограничений в области продажи алкоголя. При розничной продаже алкогольной продукции за исключением пива и пивных напитков сидра, фуары, медовухи не допускается ее розлив в потребительскую тару. Это говорит о том, что потребительской тарой признана тара, которая предназначена для транспортировки. Далее также устанавливаются ограничения в том, что не допускается размещение объектов розничной торговли алкогольной продукции за исключением пива и пивных напитков сидра, фуары и медовухи в одном торговом зале с объектами, оказывающими услуг общественного питания. То есть, если в одном торговом зале мы видим и услуги общественного питания, и услуги по реализации алкогольной продукции, данные не допускаются. Бизнесмены не скупились на вопросы, уточняли новые нормы и то, как их применять на практике. Если в торговом зале, в одном торговом зале, торговый зал разделен А, как приблизительно, и так, часть торгового зала осуществляет розничную продажу продуктов питания, допустим, а дальше идет закусочная, без посадочных мест, где осуществляется розничная торговля алкоголем. Это допустимо в одном торговом зале? Торговый зал – это одно помещение, как правило. Арка, каким образом это все разделено, это уже будет при осуществлении выезда смотреться все на месте. В Армавире рынок алкогольной продукции обширный. Лицензии на продажу имеют 90 хозяйствующих субъектов. В городе можно найти разный товар с высоким градусом – от кубанских производителей до импортных, всемирно известных и недешевых марок. По объектам 118 объектов розничной торговли и 58 объектов общественного питания реализуют в нашем городе алкогольную продукцию. Полностью город обеспечен ассортиментом алкогольной продукции. Но вместе с тем на телефон доверия, и вместе с тем и поступают жалобы, и вместе с тем контролирующие органы выявляют факты продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, и продажи суррогатной продукции. На совещании говорили о нарушениях в сфере реализации алкоголя. Сотрудниками Роспотребнадзора с начала года было составлено 147 протоколов, и уже есть почти 90 решений суда о взыскании с предпринимателей штрафов на сумму в несколько миллионов рублей. Ирина Рухлядко, Артур Краджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Многие женщины, которые несколько лет провели дома в отпуске по уходу за ребенком, хорошо знают, как тяжело потом войти в рабочий график. Специально для мам Краевой департамент труда и занятости населения разработал программу обучения женщин во время декретного отпуска. Многие получили прекрасную возможность повысить квалификацию. При этом педагоги найдут, чем занять детей в специально оборудованной игровой комнате. Подробности в следующем сюжете. Маленький Ваня с удовольствием слушает историю про трех медведей и вносит свои дополнения в сюжет известной сказки. За три часа занятий малыши уже успели порисовать, поиграть и получили в подарок воздушные шарики. Сотрудники центра «Профессионал», где открыта комната временного пребывания детей, до мелочей продумали интерьер, свет обоев, купили развивающие игры и книжки. Мы видим, насколько проблематично обучаться нашим женщинам, имеющим малолетних детей. Поэтому, изучив опыт наших коллег из города Новороссийска, Краснодара, Тихорецка и вот сейчас Анапы, в рамках новой краевой программы мы учим без отрыва от детей, создаем комнату и уже создали комнату в городе Армавире. Пока малыши заняты делом, мамы в соседней комнате изучают азы компьютерной грамотности и программы, которые в дальнейшем пригодятся в профессиональной деятельности. Десять лет руководство центра «Профессионал» сотрудничает с Армавирской службой занятости. Поэтому первыми откликнулись на инновационную программу и создали все условия для мам и малышей. Мамочки получают профессию оператора электронных и электронно-вычислительных машин, созданием программы 1С. Они изучают профессию, они получат профессию делопроизводитель в рамках этой профессии. Они также получат знания компьютерной грамотности, они изучат новое делопроизводство, кадровое делопроизводство, деловое общение, архивное дело. Юлия Титова с увлечением изучает программу «Оператор ЭВМ». Сегодня маленький Дима остался с бабушкой, но малыш с удовольствием вместе с мамой не раз приезжал в центр. Ребенка всегда можно навестить в перерыве между занятий, а в комнате соблюдены все условия безопасного пребывания. Я прочитала объявления в Новокубанском центре занятости, что могут обучать профессионалям. Я к ним обратилась, узнала, что у них есть детская комната, малыш. Армавир 4-й по счету город в Краснодарском крае, где созданы все условия для обучения женщин во время декретного отпуска. Изюминкой программы стало то, что приезжать в Армавир могут женщины из Новокубанска, Отрадненского и Успенского районов. Такая программа была с радостью воспринята жителями Новокубанского района. В прошлом году, программа работает с прошлого года, буквально единицы у нас обучались. В этом году у нас уже обучается на сегодняшний день 8 человек. В настоящее время в центре профессионал проходит обучение 13 женщин, но места еще есть. Так что, если возникло желание освоить профессию в декретном отпуске, можно обратиться в службу занятости города Армавира. Лариса Ировская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Продолжаем выпуск. В городском парке опять много детворы. Участники школьных лагерей пришли сказать «до свидания», первой смене. В этом году во время каникул появилась новая форма занятости, интерактивная игра. Ребята повторяли азы безопасности, рисовали, катались на велосипедах, проверяли знания правил этикета. Но расставание будет недолгим. Уже в понедельник школьники вновь скажут «здравствуй», второй смене. В городском парке вновь слышны детские голоса, школы ведут перекличку, ребята представляют отряды, читают девизы и речевки. Для многих три недели пролетели незаметно. Такое возможно, когда постоянно происходит смена деятельности. Походы в театр и бассейн чередовались с играми и викторинами на школьной площадке. Изюминкой сезона в этом году стали интерактивные тематические игры по секторам. Так как мы задумали, в общем-то, конечно, так и случилось. Нам понравилось самим, понравилось детям. Очень довольны родители, что это меньшими материальными затратами прошло это лето. Потому что столько мероприятий, которые организованы просто для детей, воспитательных. Большой труд вложили воспитатели, организаторы этого отдыха. Но для того, чтобы ребята не скучали и с пользой проводили каникулы, стараются взрослые. Лучшие школы и педагоги по итогам первой смены были отмечены почетными грамотами управления образованием. Но ребята тоже старались. Самый большой интерес вызвала игра «Безопасное колесо», где школьники повторяли правила дорожного движения и поведения в экстренных ситуациях. Первое место за рисунок на тему «Школа светофорика» получил Артем Демин. Ну, мы рисовали рисунки. Там, ну, было 7-8 человек рисовали. Я дольше всех думал, два часа нарисовал. Машины едут, там зебра, и мальчик переходит по зеленому свету. А с первой лагерной смены у ребят осталось много приятных впечатлений. Мне очень понравилось. Сегодня последний день, и я бы хотела на следующий год еще раз пойти в этот лагерь. Многие из ребят с удовольствием остаются и на вторую смену. Так что у педагогов одна задача – не повторяться. Потому что есть дети, которые будут ходить еще и во вторую смену. И чтобы повысить этот интерес, мы немножко изменим задания, немножечко изменим сами праздники. Но формат остается тем же. Задание по конкурсам, по этапам. Но пройдет совсем немного времени, и ребята вновь скажут. Здравствуй, лагерь! Так что за расставанием вновь будет встреча. 10 июля школьные лагеря открывают второй сезон. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Золотая лихорадка уже началась. У всех жителей Армавира и гостей города есть уникальная возможность выиграть ювелирное украшение. Для этого надо просто внимательно следить за новостями на страничках РЕН-ТВ в социальных сетях. Победители первого тура уже есть. С ними познакомилась Алена Безовчук. Кислород, крыша и тренажер. Этот ребус появился на страницах РЕН-ТВ, Армавир в социальных сетях 1 июля. У всех желающих выиграть золотое украшение было два дня, чтобы выполнить это нетрудное задание и прийти к воздухоопорному комплексу. Первой разгадала наш ребус семья Добросовых. На встречу со съемочной группой Дмитрий и Елена пришли вместе с дочью Дашей. Мы вас поздравляем, вы у нас сегодня первые. В награду победителям первое слово кодовой фразы, которая необходима для того, чтобы выиграть главный приз золотой лихорадки – ювелирное украшение. Для Добросовых ребус показался простым. Вполне легко было догадаться, разгадать этот ребус, легко было, как на мой взгляд показалось. Потому что я буквально разгадала, ну, минут пять у меня ушло, как только появилась картинка в интернете. Игра продолжается. Каждую неделю с 1 по 25 июля в социальных сетях на страницах и в группах РЕН-ТВ «Армавир» будут появляться ребусы, в которых зашифрованы четыре места в городе, где участники найдут слова-подсказки. Главная цель игры «Золотая лихорадка» – это привлечь как можно больше внимания жителей города к нашим страничкам в соцсетях. К сожалению, не у всех зрителей есть время посмотреть выпуск новостей в эфире. Поэтому мы выкладываем видеозапись в интернет, и каждый пользователь в удобное для него время может зайти на страничку РЕН-ТВ «Армавир» и узнать все новости города. Не упустите свой шанс. Выиграйте главный приз игры «Золотая лихорадка». Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, «Армавир». Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Белова. Здравствуйте. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют сильные ливни и похолодания. Причем дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром. Столбик термометра днем покажет плюс 24-26, ночью от 19 до 21 градуса. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба. Завтра во всем мире будет отмечаться День кооперативов. А вот в воскресенье очень своеобразный праздник. Всемирный день поцелуя. Оказывается, впервые на экранах зрители увидели поцелуй в 1896 году. 30-секундный ролик Тома Эдисона так и назывался «Поцелуй». А самый долгий поцелуй в истории кино длился 185 секунд. В фильме «Ты сейчас в армии». Он был снят в 1940 году. О погоде и праздниках у меня все. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете www.ravita.info, на волнах авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова